Наталья, расскажите, я слышно, что для созависимых, оказывается, тоже должна быть программа, и она похожа на программу 12 шагов, которая применяется в работе именно с зависимым. В зависимости больше общего. И мы говорим о том, что неважно, химическая зависимость или нехимическая зависимость, программа выздоровления идентична. В созависимости мы делаем другим первый шаг. Мы признаем свое бессилие перед контролем другого человека. Созависимые хотят контролировать другого человека на всех этажах, хотят контролировать мысли. Я хочу, чтобы другой не думал о наркотике или алкоголе. Хотят контролировать эмоции. Я хочу, чтобы другой человек радовался каким-то семейным событиям или тому подобное. Хотят контролировать поведение. Созависимые часто говорят о том, что зачем ему куда-то ходить, пусть дома сидит, или что он там пронес, или что он вынес. То есть хотят контролировать полностью другого человека. И здесь необходимо сделать первый шаг, если мы говорим в терминах 12-шаговая программа. То есть принять свое бессилие перед попытками контролировать другого человека. Именно попытками. Потому что работая по программе, созависимые приходят к мысли, что все контролирующее поведение абсолютно бесполезно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова